В воскресенье в 7 часов вечера в подъезде одного из домов в переулке Рижском в районе РТИ в Екатеринбурге пятеро таджиков напали на неработающих братьев Еудашевых, граждан Таджикистана. Потрясая пистолетом, они убедили 22-летнего младшего Еудашева отдать им куртку, которую он впоследствии оценил в полторы тысячи рублей, а его старшего брата, 24-х лет, увезли в неизвестном направлении. Только через 6 часов, а именно в час ночи, младший Еудашев, тот, что лишился куртки и старшего брата, решился обратиться в милицию. Что мешало ему сделать это по горячим следам, и где его носило все это время, остается загадкой. Возможно, южный гость пытался найти заступников, в среде земляков, да не вышло. Когда он все-таки добрался до милиции, за дело сразу взялись и убоб, и уголовный розыск. Шутка ли, ведь человека похитили. Милиционерам на поиски старшего Еудашева понадобилось неполных 3 часа. Вдвое меньше того времени, которое потребовалось его младшему брату, чтобы добраться до милиции. Около 4 утра пленника обнаружили в одной из квартир дома по улице Лукиных в Орджоникизовском районе Екатеринбурга. Его тут же отправили в больницу с отрясением мозга и резаной раной бедра. По подозрению в злодействии задержали трех таджиков – Махмудова, Каримова и Садыкова. Еще двух недостающих разыскивают. И заодно уральские милиционеры пытаются вникнуть в тонкости восточных клановых разборок. Похоже, что таджики-похитители резали бедро и сотрясали головной мозг своего соотечественника в процессе пыток по поводу долгов. Подробности и мучительные приключения южа на Урале всплывут, очевидно, достаточно быстро. И тогда многим из них придется несколько лет остывать в Урало-Сибирской тайге.